Экономические последствия от пандемии коронавируса еще только предстоит подсчитать. И все эксперты прогнозируют, что они будут беспрецедентно масштабными. Впрочем, уже сейчас можно констатировать, что малые и средние предприниматели России многих недосчитаются в своих рядах. Мелкие фирмы, компании, самозанятые закрывают свои бизнесы один за другим. О том, как противостоят кризису бизнесмены Тверской области, а в частности Удомельского городского округа, подготовили сюжет наши коллеги с регионального телевидения Удомли. Коронавирусная инфекция для большинства предпринимателей, в том числе и в Удомли, оказалась настоящим испытанием. В связи с объявлением режима самоизоляции руководителям многих предприятий необходимо было изменить условия работы. Многим владельцам бизнеса пришлось закрыть свои магазины и организации. Кто-то перешел на работу в режим онлайн через интернет-ресурсы. Для нас это возможность. У нас пошли первые заказы на сегодняшний день уже через интернет. То есть на сегодняшний день мы развиваемся как через группу ВКонтакте, мы общаемся с клиентами по видеосвязи через и Ватсап, и Вайбер. И интересно, даже нам вообще с дорогой стороны мы смотрим клиенту абсолютно в комфортной для себя обстановке. Как рассказывает Наталья, для предпринимателя важно быть гибким в любых условиях и всегда учитывать меняющиеся запросы клиентов. На сегодняшний день сейчас его технически в магазине быть не может. То есть, соответственно, мы уже спрашиваем через интернет людей, созваниваемся с теми клиентами, которые у нас обращаются к нам через телефон. На сегодняшний день почти повсеместно приостановлена деятельность организации общественного питания. Кафе и рестораны в Удомле также закрыты. Но предприниматели ищут выход из сложившейся ситуации, что не так-то просто. Вот что об этом рассказывает директор местного кафе. В основном мы работаем для себя. Готовлю вкусный кофе работникам торгового центра «Фагон плюс». Ну, кто еще работает. Магазин работает на доставку. Приезжают водители замерзшие. Мы им кофе делаем. Работники, которые у меня здесь работали, я их отпустил на отдых. Они дома отдыхают. Мы им, естественно, все это дело оплачиваем. По словам предпринимателей, ведущих бизнес в наиболее пострадавших отраслях, какое-то время они еще продержатся. Но главная тревога за день грядущий. Как долго продлится вынужденный простой их предприятий? Что будет с накапливающимися долгами по налогам за аренду услуги ЖКХ? Что ждет их после снятия ограничительных мер, когда их потенциальные клиенты начнут выходить на работу, возвращаться к привычной жизни? Но полноценного восстановления платежеспособного спроса в обозримом будущем не предвидится. Ответить на все эти вопросы сегодня не может никто. Но одно понятно. Удомельским бизнесменам, что без срочных и эффективных мер господдержки большинству из них из складывающейся ситуации не выбраться. Президент Российской Федерации Владимир Путин в своем выступлении предложил ввести меры поддержки для малого и среднего бизнеса. Такие как налоговые и кредитные каникулы для предпринимателей. Правительством определены отрасли, наиболее пострадавшие от заболевания. Это транспортная сфера и объекты культуры, досуга и развлечений. Сфера физической культуры и спорта, сфера туризма и гостиничного бизнеса. Сфера общепита, бытовых услуг и образовательных организаций. Именно они в первую очередь могут рассчитывать на государственную поддержку.